Радио 54 Ну, я, наверное, можно сказать, потомственный пожарный. У меня отец работал в пожарной охране. Вот. Я в этой среде в коллективе в пожарном, наверное, с 7 лет. Бывал и в пожарных частях, и на работе у отца. Вот так интересно, мне кажется, мальчишки там вообще там везде... Да, когда стал вопрос в старших классах ну, все-таки уже принимать решения, там, какие экзамены выбирать, посидел, подумал. Про другие профессии у меня информации не было. Про эту профессию я знал больше. Вот. И принял решение. Ну, как говорится, не жалею. Не пожалели? Нет. Хороший коллектив. Да, трудно, работы много, но коллектив хороший, дружный. Павел, как у вас сложилось? Я гражданский вуз. Изначально закончил, затем уже специальный Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Что касаемо детей, на самом деле, во-первых, мы открыты, и любая пожарная часть готова принять любую школу, нужно ли что-то звонить на экскурсию. Да, и когда я устраивал экскурсию для своего сына, он сидит в сторонке, я говорю, Максим, может, ты там пойдешь в пожарную машину посмотришь, еще что-то. Он мне говорит, папа, что я не видел здесь? Да, да, да. На самом деле, эта специальность, она настолько необходимо разбираться и понимать во всех отраслях, просто она настолько многогранна. И любой спасатель, он профессионал не только, он же не только тушит. Необходимо поднимать квадрокоптер. У нас есть сотрудники ГИМС, которые спасают на воде. Необходимо понимать, каким образом из-под завала человека. У нас есть кинологи. То есть профессия спасатель, сегодняшний праздник мы отмечаем как свой профессиональный. Но реально сотрудники медицинской службы, скорой помощи, врачи, они спасают жизнь. Это и их праздник. Сотрудники ГИБДД, которые оказывают помощь на дорогах, это их праздник. Все, кто так или иначе причастен к спасению жизни, никто снимает на телефон, а кто помогает людям, это сегодня их праздник. Помимо физической подготовки, наверняка нужно быть и психологом. В этой профессии. Да, у нас, во-первых, своя штатная служба психологов есть, внештатная. Мы очень плотно взаимодействуем с волонтерскими движениями, в том числе психологической службы. И, ну, сами мы подкованы. Прежде всего, мы проходим определенную подготовку. А что касаемо, здесь психологической помощи в большей степени оказываем гражданам, которые оказываются в сложной ситуации. И есть в этом необходимость. И наши психологи работают, в том числе и с нами. Вы сказали, что... Да, да. Ну, плюс еще, в общем-то, спасатели все проходят психологическую подготовку. Не для себя, а в том числе, чтобы поддержать какого-то пострадавшего, кто, например, зажатый, с кем проводятся работы по излечению. К сожалению, часто выезжают на случай, кто желает спрыгнуть с моста, с какой-то, с крыши. Это тоже работа с этим человеком, его психологически остановить, поддержать, какие-то ему там обрисовать цели. Какие-то слова нельзя говорить, да? Да. Ну, как правило, я думаю, как понимаете, это не просто там в квартире в кабинете посидеть, там полулежа, а это где-то на высоте, на краю чего-то высоты. Поэтому обычного врача-психолога туда, конечно, не затянешь, не затащишь. Павел, вы сказали, что вы гражданский, да, закончили вуз. Да, у нас в настоящий момент любой гражданин Российской Федерации, закончивший высшее учебное заведение, но имеющий профильное образование, направление, может, в принципе, аттестоваться на офицерскую должность. Ну, здесь ряд критерий необходимы, естественно, это и медицинские... Служба в армии обязательно? Да. Служба в армии, она обязательно у нас. Но почему вы решили все-таки стать спасателем? Вы не ответили на этот вопрос. Знаете, я думаю, любой мужчина в душе где-то, он все равно его тянет на подвиги положительные. Защищать, спасать. Защищать, спасать, да. А мне чисто женское любопытство. Женщинам в этой профессии нет места? Нет, у нас достаточно много женщин. На каких они должностях могут там работать? Ну, как правило, диспетчер. Только женщина в стрессовой ситуации, представляете, крупный пожар, где требуется помощь людям, где необходимо, помимо пожарно-спасательных подразделений, вызвать прибывших на место, дать им информацию, где находится пожарный гидрант, сколько, где какие люди находятся, вызвать туда полицию, вызвать туда медиков, и все это координировать действия. Вот, как правило, диспетчер у нас девушки. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.